Арина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина Арина Абдулина 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 В одном из казанских музеев прошел научно-методический семинар. Историки делились опытом межмузейных проектов Санкт-Петербурга. Подробнее в следующем материале. 26 февраля в Музее истории главного здания Казанского федерального университета прошел научно-методический семинар, посвященный опыту межмузейных проектов Санкт-Петербурга. Выступали известные историки Юлия Мацкевич, эксперт и куратор музейных проектов города Санкт-Петербург и Наталья Яблонская, исполнительный директор проекта «Ночи музеев в Петербурге». Мы постарались рассказать о том спектре межмузейных партнерских программ, которые существуют в Петербурге. Я сосредоточилась больше всего на проекте, которым я руковожу. Это фестиваль детских музейных программ, он называется «Детские дни в Петербурге». В 2019 году ему исполнилось 15 лет. У него большой опыт, он тоже менялся в процессе своего становления и развития. И этот опыт уже стал модельным фестивалем по модели детских дней в Петербурге сейчас на пространстве России и ближайших стран. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универт Ньюс. Мы стали свидетелями достаточно быстрого и масштабного роста мировых цен на золото. Подробнее в следующем сюжете. Цена золота достигла исторических рекордов во многих валютах мира. Центральные банки, особенно в азиатском регионе мира, активно скупают золото для своих резервов, чтобы сократить зависимость от американской валюты. Центробанки прекрасно понимают, что золото является деньгами, особенно во время кризиса. Вообще обычно золото дорожает в двух случаях. Во-первых, когда наблюдается во всем мире, в мировой экономике, значительный рост, подъем. В этой связи растет спрос на золото, как промышленный металл для изготовления электроники. Он в автомобиле строения, используется в других отраслях. И, с другой стороны, золото используется как инвестиционный актив, причем так называемый защитный актив, который предпочитают инвесторы в те периоды, когда они не уверены в других активах. Золото фактически сохраняет за собой функцию мировых денег. Одним из последних подтверждений этого факта стали новости о том, что находящаяся под американскими санкциями Венесуэла реализовала несколько десятков тонн драгоценного металла с целью смягчения острого экономического кризиса в стране. Неудивительно, что самые консервативные инвесторы считают истинными деньгами лишь золото. Лилия Баталова, Универ-Ньюс. Совсем скоро состоится финал конкурса МИСКФУ-2020. Дефиле, творческие и интеллектуальные конкурсы – это еще не все, что ожидает участниц. Все подробности – далее. 4 марта в актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоится финал конкурса «Красоты МИСКФУ-2020». Претенденткам на главный титул предстоит дефиле в вечерних нарядах, традиционная визитка, творческие и интеллектуальные номера. Завершением конкурса станет финальный выход в садебных платьях. Всего этапов три. Первый этап был дефиле и визитная карточка, после чего из ста девочек мы отобрали около 40 участниц. Далее был этап второй, мы его поделили на два. Это было творчество и спикинг. После отборочных этапов в финал прошли 20 девушек, которым теперь предстоят репетиции творческого номера с режиссером концертной программы, фото- и видеосъемка для визиток и подготовка к дефиле. Что получит победитель? Пока секрет. Но могу сказать, что в этом году, наверное, самый крупный подарок за все года проведения МИСКОФУ. В ходе конкурса будут выявлены 10 победительниц в различных номинациях. Обладательница главного титула МИСКОФУ 2020 автоматически попадает в финал конкурса «Мисс Аторстан». Финал состоится 4 марта в 17.30 начало. Билеты совершенно бесплатные. Они находятся в культурно-массовом отделе. Можно в любой момент связаться через своего культурга или через институт. Билеты бесплатно. Вход также свободный. 4 марта в 17.30 телеканал «Универт ТВ» будет вести прямую трансляцию этого яркого мероприятия. Не пропусти. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова